МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня, по прогнозам синоптиков, на территории Гомельской области ожидается переменная облачность, в некоторых районах вероятны осадки и грозы. Воздух прогреется на 27 градусов, ветер будет северо-западного направления скоростью до 4 метров в секунду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шедевры ветковской школы иконописи представлены в филиале Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций в Гомельском парке. Посетители могут увидеть около двух десятков икон 18-20 веков из фондов музея и частных коллекций, а также уникальную фотографию иконописца за работой, местечко-ветка Гомельской губернии, сделанную в 1907 году и хранящуюся в фондах Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Широко представлены экспедиционные записи и фотоматериалы, которые проливают свет на историю создания той или иной иконы. Выставка продлится до 14 июля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый концерт в рамках онлайн-проекта «Музыка без границ» представляют артисты Гомельской областной филармонии. Выступление камерного оркестра под управлением дирижера Андрея Глазенкова совместно с ведущими солистами филармонии Ольгой Кузьменко и Константином Горошко записано в колонном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей. Выступление украшают партии замечательного флейтиста, лауреата международных конкурсов Александра Рябинка. В программе концерта отрывки из лучших произведений зарубежной и русской классической музыки, арии из опер и оперет, современные композиции для кинофильмов и популярные инструментальные пьесы. Концерт можно увидеть, не выходя из дома, посредством компьютера или смартфона, посетив сайт филармонии gomelfil.by. Спектакль с элементами хореографии по пьесе Зиновия Сагалова. «Три жизни Айседора Дункан» гоменчанам и гостям города представит 9 июля Народный театр-студия «Классик» и студия современной хореографии «Тандем». Оригинальное действие развернется вечером 9 июля под воздушным шатром площадки грота Дворца Румянцевых и Паскевичей в Гомеле. Посредством танца, слова и живых скульптур актеры расскажут о жизни и любви великой танцовщицы Айседоры Дункан. Хореографическую партию исполнит Ирина Аболенцева в роли Айседоры Елена Фролова. В спектакле будут звучать джаз и классика, произведения Шопена, Бетховена, Баха, Мендельсона и других великих композиторов. Количество мест ограничено. Проведение мероприятий будет организовано с соблюдением санитарных и противоэпидемиологических требований. Искусство традиционное и современное. Цикл лекций под таким названием организуют во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Это совместное мероприятие Дворца и Творческой Мастерской Воздух. Проект создан для знакомства посетителей с диалектикой нового и традиционного в истории визуальных искусств. На тему стремления к новому через переосмысление старого участники встречи поговорят 3 июля. Мероприятие пройдет в выставочном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей. Начало в 19.00. В Гомеле местная жительница обнаружила пропажу смартфона. Несмотря на то, что похититель был оперативно установлен и сам телефон обнаружен, привлечь к ответственности за кражу преступника не удалось. Женщина, проживающая совместно с супругом в частном доме, рассказала, что после разговора по телефону она не смогла найти гаджет на следующее утро. При этом территория дома была ограждена забором, калитка заперта, а двор охраняла немецкая овчарка. Исключив возможность кражи, супруги несколько дней искали телефон и на всякий случай заблокировали сим-карту. Спустя несколько дней было принято решение обратиться в милицию. На вопрос о недоброжелателях у семьи женщина ответила об отсутствии таковых, добавив, хоть на ворон думай. Как ни странно, эта версия правоохранителям показалась правдоподобной и было решено проверить гнездо пернатых, проживавших поблизости. К удивлению многих, телефон оказался именно там. Учитывая все обстоятельства дела, правоохранители решили не привлекать вора к уголовной ответственности. Разработанный японскими учеными робот Эрика станет первым актером с искусственным интеллектом, который сыграет главную роль в фильме. Девушка-робот снимется в научно-фантастическом фильме, получившем название «Б». Согласно сюжету будущей картины, ученый пытается улучшить человеческую ДНК. Однако позже он понимает, что разработанная им программа представляет опасность для человечества. Тогда ученый обращается за помощью к роботу Эрике с просьбой остановить распространение опасной программы. Отмечается, что Эрика была создана специально для роли в картине. У робота отсутствовал опыт актерской игры, и поэтому создатели научили Эрику играть, симулируя ее действия и эмоции. Имя режиссера будущего фильма еще не названо. Начало съемок запланировано на июнь следующего года. Благодаря развитию технологии люди обмениваются посланиями в режиме реального времени. Для этого достаточно зайти в социальные сети и мессенджеры, которые тут же доставят послания. Однако раньше людям приходилось писать друг другу настоящие бумажные письма, скорость доставки которых зависела от работников почты. Дольше многих людей ждала свое письмо 74-летняя британка. Она получила конверт от сестры спустя 54 года. Интересный момент заключается в том, что расстояние было не таким уж и большим – всего-то около 100 километров. Женщина проверяла почту и неожиданно нашла письмо от своей сестры. Сначала она ничего не заподозрила, однако затем увидела, что почерк сестры выглядит достаточно странно. Открыв конверт, она заметила в нем редкие марки и календарик. Как оказалось, много лет назад ее сестра была на экскурсии и увидела особые марки. Решив порадовать свою родственницу, которая их собирала, женщина отправила письмо, вложив туда календарик. И только спустя 54 года письмо наконец-то нашло своего адресата. Остается неизвестным, где затерялось письмо и каким образом его нашли. Практически все жители планеты хотя бы раз в жизни сталкивались с феноменом дежавю. Это странное ощущение, когда ты знаешь, что уже проживал данный момент. Тем не менее, ученые не могут полностью объяснить данное чувство. Ответ попробовали дать мистики. С их точки зрения дежавю появляется в трех случаях. В первом вы сошли с правильного пути. Во втором вы стоите на месте. Человек постоянно должен развиваться, иначе он становится просто прожигателем жизни. И в третьем дежавю является предвестником психических расстройств. При помощи него можно предотвратить развитие страшных недугов, которые заставляют потерять связь с реальностью. Ученые в Германии провели исследования и выяснили, кто же лучше помогает справиться с одиночеством – кошка или собака. В исследовании приняли участие более тысячи овдовевших мужчин. Оказалось, что больше всего от одиночества страдали те, у кого не было домашних питомцев. В то же время собаки приносили больше психологической пользы, чем кошки. Специалисты объяснили это тем, что на человека больше направлены именно собаки, а не кошки с их своенравным характером. Совсем скоро в Беларуси наступит сезон черешни. Специалисты успели сообщить, что рекомендуется съедать не более 300 граммов этой ягоды за день. Черешня отличается высоким содержанием углеводов, поэтому ее нельзя есть людям с лишним весом. Людям, страдающим с сахарным диабетом, черешню употреблять можно, но лучше выбирать несладкие сорта ягод. Детям можно съедать лишь несколько ягод в день. Дело в том, что у детей чрезмерное употребление черешни провоцирует высыпание и газообразование. Новый день с вами встречали утренний фреш и я, Павел Мехно. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова